Приветствую вас! Давайте мы сначала ответим на ваш вопрос, который вы задаете, да? Сначала мы просто дадим вам обратную связь, которую вы хотели бы получить, а потом я уже дам несколько своих комментариев по поводу вашего текста. Смотрите. Мужчина прекрасно понимает, что раскрыв вам свой статус, вот непонятно, знаете ли вы о нём, ну точнее, непонятно, в курсе ли он, что вы знаете, кто он, в курсе ли вы, что вы знаете, что он занимал пост в правлении города, потом депутация в Раде, это как бы вот, ну, непонятно. Знает ли он о том, что вы знаете? Вот. А я предположу, что не знает, судя по тому, что он прикидывает слова, да, бедным родственникам. Мужчины прекрасно понимают, что если вы узнаете о его положении, то ваши отношения можно будет всегда трактовать двояко. Вы с ним может быть из-за денег, вы с ним может быть не из-за денег, то он будет чувствовать себя менее уверенно. Вот. А так, когда он прикидывается бедный, ну, понятно, сразу ваши отношения. И если вы его примете, например, таким, да, и не будете там с него тянуть или что-то ещё, ну, можно будет вам потихонечку-потихонечку раскрыть своё, как бы, состояние, да, реальное положение вещей. То есть мужчины, грубо говоря, боятся. Боятся того, с чего будут использовать. Ну, это частая проблема мужчин, частая проблема состоятельных мужчин, которые ведут себя так, что их хочется использовать, да, женщинам, вот, которые выбирают женщин, что их используют, вот, ну, и которые, соответственно, пытаются где-то в глубине души своей доказать, что все женщины, в общем-то, только делают, что используют несчастных мужчин. То, безусловно, не так. Что касается истории с отсутствием инициации секса, то здесь, конечно, ещё больше вариантов, потому что это может быть и просто здоровье, всё-таки 45 лет, возраст уже такой немолодой, и, может быть, мужчина сомневается в себе, может быть, он думает, что, ну, не сможет удовлетворить вас, ну, в общем, мысли там могут быть самые разные, самые-самые разные, вот, вариантов очень много. Либо для мужчины секс, это значит что-то, что-то большее, и он не хочет с вами наступаться в отношения, в отношения сексуальные до тех пор, пока, ну, может быть, вам, там, не будет доверять чуть-чуть больше, вот, или не узнает о вас чуть больше, вот, или не поймёт, кто вы такая, чего от вас ждать и так далее, ну, вот. Возможно, он считает, что вы не будете с ним вообще вместе быть, потому что он такой вот бедный, вот, это он, возможно, считает, что просто вот вы сейчас немножко побудете и бросите его, вот. Соответственно, зачем, как бы, с вами вступать в интимную связь, а мужчина, возможно, возможно, не хочет секса, ну, ну уж, вот, то есть тут вариантов может быть очень много. Для этого нужно все-таки собрать больше информации о чем. Вот, а дальше, значит, вы пишете, что просите совета, вы просите совета, но при этом никакого вопроса вы не задали, то есть вы пишете непонятно, почему он не иницирует секс. Его мысли, с точки зрения психологии, его мысли, его поведение, это только его мысли и только его поведение. Психологи не гадают. То, что мы здесь сделали, это просто вы сказали предположения, которые вы сами, в принципе, а, ну, до которых вы сами могли бы дойти. Я не думаю, что здесь что-то вот такое сверх вообще необычное, например, я вам сказал. Другое дело, другое дело, психологи не дают советов. Это первое. Второе. Вас, вероятно, волнует тема возраста. Да, это уже, как вы поняли, пошли мои комментарии по вашему тексту, так сказать, профессионального. Вас, возможно, волнует тема возраста. То есть, первое, что вы сказали, то, что вам 35, вы выглядите, вы не старше 25. Вот и все. Здесь тема возраста вас очень волнует. Почему? Из-за чего комплексы, неверный в себе, страх одиночества нужно разбирать. Дальше. Волнует вас возраст мужчины тоже, потому что вы указали его возраст, и на это, я думаю, нельзя не обратить внимание. Вот. Как нельзя не обратить внимание и на то, что мужчина очень сильно вас старше. И это тоже чем-то обусловлено. Как правило, отношением с семьей, с родителями. Вот. То есть, партнер выбирает другого партнера старше только в том случае, если хочет быть в позиции ребенка в отношениях. Вот. Либо хочет какие-то свои потребности базовые удовлетворять через партнера. Говорят, хорошо, если партнер согласится на это. Ну, а если нет, к этому нужно быть готовым. Готовым. Дальше. Значит, были встречи в ресторане, кафе, звонить по 20 раз в день, куча смс, даже признаются в любви. Ну, не очень понятно, сколько вы знакомы, да, чтобы сопоставить это с тем, что он действительно вас любит. Я лично сомневаюсь, он вас любит. Мужчина 55 лет. Он не может видеть себя как юноша, да, как влюбленный юноша, подросток. Поэтому, тут я вам рекомендую не стройте людей. Вот. Насчет секса вообще не торопит. Опять же, какое значение имеет для вас секс, что вы об этом заговорили? Были ли у вас с этим проблемы? Есть ли у вас с этим проблемы? Треводит ли вас эта тема? Не треводит вас эта тема? Определитесь с этим. Так, очень голландный мужчина, но поведение странное. Занимал пост в правлении города. Так, потом депутат в рате. При этом приезжает на встречу на старой машине. Ну, помимо того, что я сказал уже, может быть, мужчина просто скуп. Есть так называемые бедные миллионеры. Может быть, слышали? Это миллионеры, которые сами там, по сути, ходят вообще в трепье. Впрочем. Вот. Далее вы пишите, не дай бог не подумайте, что мне нужны его деньги. А если подумаем, то что в этом плохом? Что вообще для вас значат деньги? Почему не дай бог? Это нормально, когда хотим денег другого человека? Ну, то есть. Желание это само по себе естественно. Естественно. Хорошо, если вы понимаете, что отношения выстраиваются не на деньгах. Хорошо, если вы обеспечиваете себя самым. Но нет ничего страшного в том, что вы, если вы можете, хотите его денег. Так что здесь, скорее всего, вы действительно где-то в глубине души и ходите, но запрещаете себе в этом объяснете. Либо есть какая-то неудовлетворенность, связанная с материальным обеспечением. Либо вообще есть какой-то пунктик о деньгах, что, типа, деньги это что-то запрещенное, грязное и так далее. Вот. Если это так, то с этим нужно работать. Вообще, если есть какая-то проблема касаемо денег, то с этим можно работать. Вот. Но мне надо разум, что вы говорите, не дай бог, не подумайте. А если подумаем? Что будет? Нам так важно, что мы подумаем? Вряд ли. Просто непонятно его поведение и что он хочет от меня. Пока что он хочет вас узнать. Пока что он явно прощупывает почву, прощупывает, эм, как бы поле для деятельности. Я бы предпочла закрутить легкий роман на пару месяцев без обязательств. Не то, чтобы я вам запрещал. Безусловно, вы понимаете, что вам никто не в силах что-либо запретить. Вот. Я думаю, что это нормально, что вам никто не в силах и не имеет права запрещать. Но. Вам 35 лет. Вы выбираете мужчину, который старше вас на 20 лет. То есть, по сути, того, который годится вам в отце. Вы не хотите строить серьезных отношений. То есть, в плане того, что вы предпочитаете отношения без обязательств. Возникает вопрос. С чем это связано? С чем связано то, что вы предпочитаете отношения без обязательств? С чем это связано? Боитесь вы, может быть, отношений. Ну, просто боитесь отношений. Просто боитесь именно близких отношений, может быть, вы боитесь. Вот. А может быть, здесь что-то еще такое, о чем вы не рассказали нам. Да? То есть, тут могут быть самые разные моменты. Ну, абсолютно, вообще, самые разные, какие только может быть. Вот. То есть, как вы относитесь, например, допустим, к той же семье, да? То есть, хотите ли вы создать семью? Хотите ли вы выстраивать отношения серьезные? Вот. Ну, с мужчиной. Для чего вам отношения без обязательств? Легкие романы, которые, скорее всего, ну, скорее всего, это уже не первый, не первый роман ваш, легкий. Такого типа. Вот. Я думаю. Вот. То есть, здесь, опять же, все это нужно рассмотреть. Если вы боитесь близости в глубине души, если вы просто, ну, или, если вы бежите от близости. Вот. Потому что, ну, вряд ли с мужчиной, да, 55 лет, у вас получится что-то серьезное. Вот. Хотя бы потому что, ребенку, если вот появится семья, да, тут, как бы, ну, теория. Вот. Ребенку нужен отец, ну, который все-таки будет хоть как-то его понимать. Вряд ли в 55 лет машина может понять своего ребенка и активно с ним взаимодействовать. Вот. А, так что, вот тут тоже очень, очень важный момент. Момент. Значит, это не входило в ваш совет, да, то есть, как бы, ну, вы не об этом просили, советы, короче говоря. Но, я, ну, я считал своим долгом, и считаю своим долгом, как психолог вам об этом сказал. Я ни к чему не призываю, да, я не принуждаю вас ни к чему. Я, я не, эээ, не советую. Я просто не обращаю ваше внимание, я просто призываю подумать, я просто призываю немножко подумать на эту тему в том числе. И спросить себя, так а это то ли, с чего я хочу? А если это то, то чего я хочу? Ну, конкретно, с чего я хочу? Что вот мне конкретно нужно? Что вот мне, что, в чем вот я конкретно, ну, конкретно нуждаюсь? Для чего вот мне конкретно такие отношения? Да? Ну, с мужчиной, допустим. Вот и все. Подумайте, подумайте, пожалуйста, об этом. Дальше. Дальше. Вы говорите, что вам непонятно его поведение. А как это влияет на ваши отношения? Ну, вообще, как это влияет на ваши отношения? Такое его поведение, особенно если вам не нужны его деньги. Какие чувства, например, вы испытываете? Ну, то есть, вот, что вы чувствуете? Что он вам не доверяет или что? Так это нормально. Для мужчины, который вертится, допустим, ну, в кругах власти, нормально не доверять людям и нормально прощипывать почву для дальнейшей деятельности своей. Это нормально для, ну, вообще для мужчин в возрасте это нормально. Для мужчин зрелых это адекватно. Вот. Понимаете? Вы говорите, что он не инициирует секс. Хорошо. А в чем проблема? Вам инициирует секс. Может быть, мужчина боится вас оттолкнуть. Может быть, он боится выглядеть озабоченным в ваших глазах. Понимаете? И так далее. Вы-то сами, вот вы и сами, почему не проявите инициативу в сексе, да? Ну, если вы его, допустим, хотите. Ведь легкие отношения на пару месяцев нужны вам без обязательств. Так и сделайте, соответственно, что-то для этого. Ну, для того, чтобы это стало реальностью. А то, ну, небольшое такое противоречие возникает. Вы, вроде бы, хотите отношения без обязательств. Но, в то же время, вы ждете, что мужчина проявит инициативу. Как будто это отношения такие более серьезные. Но ведь отношения без обязательств. А не на то и отношения без обязательств, что любой партнер, да? Вот, любой партнер может, грубо говоря, проявить свои желания. И в этом не будет ничего плохого, предрассудительного и так далее. Разве нет? Поэтому здесь я тоже рекомендую вам на эту тему подумать. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вот грубо говоря, подумайте вот о чем. Ту ли позицию в отношениях вы занимаете при условии, какой тип отношений вы выстраиваете? Что-то мне кажется, вот мне кажется, да, что при озвученном вами типе отношений позиция ваша и к сексу, и к мужчине, ну, должна быть несколько другой. Хотя я, конечно, здесь тоже могу ошибаться. Безусловно. То есть, может быть, вы считаете, что мужчина всегда должен проявлять инициативу? Если так, ждите. Если так, ждите. Если так, ждите. Если это ваше убеждение, ждите. В таком случае. Просто ждите и всё. Ну, вы можете намекнуть мужчине на то, что хотите секса там и так далее. Ну, вот. То есть, это нормально. Это нормальная позиция. Это нормально. Вот. Ну, и всё. В общем-то. Что можно вот вам, ну, что можно вам сказать здесь по данному вопросу, вот именно исходя из, исходя из того, что вы, дали вот нам, в качестве информации. Вот. Понимаете? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.